В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Помимо обновлений косметических, появились технические. Ребята теперь постигают азы военного дела с помощью современного гаджета – электронной доски. Занятия лего-конструированием проходят на третьем этаже здания. Учебный класс здесь был переоборудован из чердачного помещения. Но масштабы центра этим не ограничатся. По решению мэра Виктора Павленко на острове Краснофлотске и учреждению передан участок площадью 28 гектаров, где разместится настоящий технопарк с гоночной трассой. Я такое решение принял. Главе об этом сказал. Поэтому вы отрабатываете для того, чтобы смежевать. И в следующем году уже мы там были полноправными хозяевами. Все было под нашим контролем. Тогда мы можем межевать всю территорию Краснофлотску? Да, все. Кроме приближной зоны, естественно. Кроме приближной зоны. Территория будет технически ваш центр отдана. Поддержал Виктор Павленко идею строительства на Краснофлотском парашютной вышке. Кстати, на острове уже работает военно-патриотический лагерь для будущих защитников Родины. Буквально 18 числа открывается лагерь на 5 дней. Там будет участвовать 60 подростков. И в принципе у нас там база готова. На сегодняшний день мы готовы уже принять детей. Всячески стараемся развивать дополнительное образование в городе Архангельске. Особенно нас волнует категория ребят, начиная с 6 лет. Вот такая категория 6-8 лет до 10 лет, которая не охвачена этим. Поэтому мы используем все возможные способы. Конечно, главная задача стоит, бывшую 41-ю школу, которая находится напротив Красной Кузницы, сделать городским домом, дворцом дополнительного образования. Есть проектно-сметная документация, и будем ее ремонтировать. И это такая задача. В будущем муниципалитет планирует отремонтировать и пристройку корпусу центра. Там появится тир с пятью огневыми рубежами, где заняться стрельбой смогут одновременно 20 ребят. Ход работ здесь городоначальник будет держать на личном контроле. Артемий Заварзин, Алексей Шаршов, Сергей Минин, Панорама Севера. Знаменитая океанская яхта «Апостол Андрей» прибыла в Архангельский порт. Уже завтра ее экипаж продолжит серию своих мемориальных экспедиций. Она будет посвящена походу шхуны «Святая Анна» под командованием Георгия Брусилова. Зачем исследователи сделали остановку в столице Поморья, узнала Мария Воробьева. За свою 18-летнюю историю яхта «Апостол Андрей» оставила за кормой 110 тысяч морских миль, побывала на всех континентах планеты, прошла все океаны и установила пять мировых рекордов. Тема нового путешествия знаменитого ледового крейсера – плавание шхуны «Святая Анна» под командованием Георгия Брусилова. Это наша уже пятая экспедиция, которая связана с историческими какими-то моментами нашей российского мореплавания. Это имена Седова, это имена Русанова, в прошлом году Велькицкого. В этом году мы хотели бы напомнить нашим согражданам о лейтенанте Брусилове, о его плавании на яхте на шхуне «Святая Анна» трагическом, где, как вы знаете, эта шхуна пропала вместе почти со всем экипажем. Остальные погибли, возвращаясь по льдам. В этом году 100-летний юбилей, и хотели именно об этом человеке поговорить, об этой трагической экспедиции. И пойдем именно тем маршрутом, каким дрейфовала «Святая Анна». Пройдя проливом Югорский шар, апостол Андрей направится в юго-восточный угол Карского моря, к побережью полуострова Ямал. Туда, где осенью 1912 года «Святая Анна» попала в ледовый плен. Северным пунктом маршрута станет точка на 83-й параллели к северо-востоку от земли Франца Иосифа. Там, в апреле 1914 года, экспедиция Брусилова разделилась, и часть людей, руководимая штурманом Валерианом Альбановым, ушла по льдам на землю Франца Иосифа. Апостол Андрей посетит и остров Визы, открытый в результате анализа координат дрейфа шхуны. На этом острове до сих пор не было никакого памятного знака Владимира Юрьевича Визы, поэтому данная экспедиция у нас мемориально все-таки носит характер. Мы установим памятный знак. Архангел-городец Александр Абеимов отправится в Арктику в пятый раз, но впервые на яхте под парусами. Чтобы забрать члены экипажа, апостол Андрей и пришвартовался в Архангельском порту. Ну и, конечно, чтобы пополнить запасы продовольствия, которые, кстати, в исполнении Александра будут превращаться в кулинарные шедевры. Но статус Кока в этой экспедиции для него не единственный. Так мы пойдем маршрутом шхуны Святой Анны. Я проведу сравнение, которые были проведены, металлургические наблюдения, сто лет спустя. Это просто даже интересно. Экспедиция отправится в путь 2 августа в столицу Поморья. Апостол Андрей прибудет в конце сентября. Мария Воробьева, Олег Ширяев. Панорама Севера. Печальная новость не стала Юрия Угарова. Ушел из жизни талантливый педагог, актер, писатель, заслуженный работник культуры. Творческий путь Юрий Иванович начал актером Котловского городского драматического театра. В его биографии работа на руководящих постах в областном культурно-просветительном училище, государственном академическом северном русском народном хоре, Архангельском театре драмы имени Ломоносова. Юрий Угаров более 50 лет являлся ведущим педагогом театрального отделения Архангельского колледжа культуры и искусства. Многие годы преподавал в театральной студии при областном драмтеатре. Кроме всего, он был известным исследователем и летописцем истории театрального движения Поморья. Прощание с Юрием Угаровым пройдет в храме всех святых на Вологодском кладбище 1 августа в 11 часов. В рамках работ по благоустройству в округах Архангельска продолжается кошение травы. Первая волна покоса завершилась 27 июня. Вторая началась несколько дней назад. За ходом работ следит наша съемочная группа. Запах свежескошенной травы окутал округ Майская горка. Здесь продолжается вторая волна покоса. Московский проспект преобразился, точно английские газоны. Сейчас бригада администрации округа избавляет землю от зеленых сантиметров по улице Галушина. Общий объем работ 153 тысячи квадратных метров за сезон. Администрация специального округа отвечает за территорию общего пользования. Это газоны, располагающиеся вдоль проезжих частей, детских площадок, парков, скверов. Вскошенную траву соберут в мешки и отвезут на городскую свалку. Такую работу проделают и в других округах Архангельска. У придомовых территорий ей занимаются управляющие компании. В Соломбальском округе на улице Мещерского, 17, эстафету наведения порядка и чистоты подхватила управляющая компания УК-9 «Наш дом». В рамках, я считаю, правил по благоустройству надо выполнять свои обязанности. Мы уже подкашиваем второй раз, и поэтому в Майской горке, в Аравина факторе практически все завершено. И вот завершаем уже в Соломбале. Результатом работы своей УК-9 «Наш дом» жильцы Мещерского, 17, довольны. И этот год, и прошлый год косят. Мы слышим, из дома слышим, что косят. Молодцы. Хочется, чтобы и жильцы сохраняли чистоту и ухоженность рядом с домом. Вопрос благоустройства стал одним из ключевых в ходе рабочей поездки в округа мэра Архангельска Виктора Павленко. На что обращаю всегда внимание, и особенно в этот период, это кошение травы. Прежде всего, хочется, чтобы наш город был приглядным. Особенно это места общего массового пребывания людей. Конечно, на мой взгляд, три округа. Маймаксанский округ мне больше понравился. Наверное, Северный. В Соломбальском округе есть замечания. Это первое. Конечно, чистота на контейнерных площадках. Это то, что бросается в глаза, и то, что оно бросается всем. Не только мне. Аккуратные и чистые газоны появятся в каждом округе Архангельска к 18 августа. Тогда завершится вторая волна покоса травы. Мария Воробьева, Алексей Шаршов. Панорама Севера. За шесть месяцев этого года в Котловском районе несовершеннолетними правонарушителями совершено 11 преступлений. По сравнению с предыдущими годами это совсем немного. Причем все ребята новички и, скорее всего, не повторят свои проступки. С 2011 года на территории района работает программа реабилитации подростков, приступивших закон. Ее автор – уголовно-исполнительная инспекция. «Взгляд в будущее» – программа, рассчитанная на ребят, которые совершили преступление и осуждены на условный срок. Она включает два тренинга – «Путь к свободе» и «В ответе за себя», а также культурно-массовые и досуговые мероприятия, направленные на патриотическое и нравственное воспитание подростков. Вообще в нашей практике уже были такие экскурсии на выставки, как Афганистан, по выставке Чечня, ну и вообще, в принципе, по раскоку Малицкого. Также просветительскую работу с несовершеннолетними ведет Ирей Василий. В целом же программа реабилитации рассчитана на 10 месяцев. Посещать тренинги подростков никто не заставляет. Они сами приходят на встречи. Ведь каждое занятие – это не только интересная беседа, но и досуг. Ребят водят в кино, боулинг, храм, организуют поездки за город. Программа начала свою работу, программа внедрилась, и как таковых преступников и условно осужденных несовершеннолетних стало меньше. Поэтому в этом году мы подключили ребят, которые состоят на учете в ПДН. Почти 90% преступлений, совершаемых подростками – кражи. Одни берут чужое по легкомыслию, другие – от безысходности. К примеру, вдоль железнодорожных путей, во время смены полотна, накладки, они сбрасываются просто в сторону, отбрасываются. Ну, естественно, несовершеннолетние думают, что это уже никому ничего и не нужно. Подбирают, сдают, и в итоге потом получается так, что получается статью за кражу цветных металлов. У этой группы подростков после встречи с психологом и беседы с батюшкой был поход в кинотеатр «Галактика» на бесплатный просмотр нашумевшего фильма «Поддубный». Кстати, за три года ни один из подростков, прошедших программу реабилитации «Взгляд в будущее», преступление больше не совершил. В Архангельской области на Вочегодской трассе вновь произошла авария. И только благодаря счастливой случайности обошлось без печальных последствий. Вочегодец Илья Гвоздев до сих пор с содроганием вспоминает несостоявшуюся поездку в Котлас. Находясь где-то на половине пути между поселком и городом, совершенно неожиданно, несмотря на запрещающие знаки, навстречу в Тойоте лоб в лоб вылетела белая газель. Чтобы уйти от столкновения, пришлось принять экстренные меры. Жена была за рулем, ну вот на этом покрытии машину стала, уходили от встречной машины, которая выехала на встречную полосу. Ну и по этому покрытию начала машину носить, и чтобы предотвратить аварию, вот пришлось уходить влево. И вылетели в Канаву. К счастью, говорит Илья, Канава была наполнена водой. Это смягчило удар. Но еще большее везение то, что Тойота приземлилась не на крышу, а на колеса. В противном случае семья Ильи, он сам, его беременная жена и пятилетний ребенок, могли бы захлебнуться. Ведь они были пристегнуты ремнями безопасности. А как вы считаете, что повлияло на то, что вы улетели? Я так считаю, что дорожное покрытие. Виноват. Потому что скорость была небольшая. Как по маслу поехали, да и все. Жену Ильи, которая, кстати, на восьмом месяце беременности, скорая увезла в больницу. Там медики успокоили. Ни женщине, ни ее будущему малышу ничто не угрожает. Пятилетний ребенок тоже оказался цел и невредим. А вот водитель Белой Газели с места аварии скрылся. Дальше по трассе, рассказал Илья, он унесся с такой скоростью, что, вероятно, даже не понял, что стал виновником ДТП. В машине семьи Гвоздевых видеорегистратора нет. А потому они надеются на помощь очевидцев. 3 августа труженики из стальных магистралей России отмечают свой профессиональный праздник – День железнодорожника. Железнодорожный транспорт был и остается самым популярным в России. Именно железка связывает между собой города страны, а также является самым надежным способом транспортировки грузов и пассажирских перевозок. Как архангелогородцы оценивают работу железнодорожного транспорта и в чем, по их мнению, преимущество поездов в нашем традиционном опросе? Железнодороги к транспорту положительные, потому что едешь в отпуск, никуда не торопишься, отдыхаешь. Ну и цена билетов, конечно, соответствующая. То есть меньше, чем на воздушном транспорте. Прекрасное обслуживание. Тем более сейчас есть хорошие вагоны. Можно так получить комфорт своеобразный. Около вокзалов стало чище, вкуснее, доступнее людям. Это первое. Второе, что мне очень понравилось в железнодорогах. Мы ехали в старом вагоне, не надо здесь обобщать, что все кругом новое. В новом составе всегда поставят старый вагон, в который ты всегда попадешь. Билеты мы брали по интернету. Но хорошее отношение к людям, честно вам скажу, нормально. Вот пассажира стали любить больше. Работу железнодорожного транспорта я оцениваю хорошо. Проводники с пассажирами обращаются нормально. Железнодорожный транспорт наиболее комфортный по сравнению с самолетами. А в нем можно хорошенько отдохнуть, выспаться. Мы же с пересадкой ездим, с Нижней Новгород. И вот один раз муж подал билеты. Мы сели в вагон. А стали когда билеты собирать. А он подал билеты из Москвы до Нижнего Новгорода. Нам сказали, что это не такой вагон, не ваш. Идите в свой. Мы пошли, а такого вагона вообще нету, 17-го. И нам пришлось возвращаться, посмотреть билеты. По-схорошему возвращаться на свои же места. Свой же вагон. Через весь вагон. С хвоста. В 10-й вагон. От Архангельска должна бы, по моему представлению, начинаться скоростная дорога с север-юг. Представляете, какая бы чудесная была Архангельск-Симферополь. Или хотя бы Архангельск-Керчь. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. С 1 августа работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере. На корректировку страховой части трудовой пенсии имеют право получатели пенсии по старости, по инвалидности, а также работающие военные пенсионеры, которым в органах пенсионного фонда установлена страховая часть трудовой пенсии по старости. В Архангельской области пенсию повысят для 145 тысяч работающих пенсионеров. 5 августа в САФУ пройдет зачисление по общему конкурсу поступающих на очную форму обучения. С начала приемной кампании от абитуриентов поступило более 10 тысяч заявлений. До 4 августа в ВУЗе ждут оригиналы документов от тех, кто собирается поступать по общему конкурсу. Отмечу, что на очную форму обучения на коммерческой основе документы можно подать до 20 августа. А прием документов на заочную форму обучения на бюджетной основе завершится 1 августа. Новодвинский стрелок Леонид Якимов занял второе место на открытом Кубке России по стрельбе из малокалиберного оружия. В финале он набрал 193,8 очков в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Судьба золота была решена на последнем выстреле. Точнее оказался заслуженный мастер спорта из Санкт-Петербурга Владимир Гончаров. Бронза досталась мастеру спорта международного класса Денису Кулакову из Челябинской области. Архангельская областная специальная библиотека для слепых пополнилась аудиокнигами. Теперь их стало на 2000 больше. Отраслевая, художественная и классическая литература. В библиотеке на Шубина 9 побывала Екатерина Грицыенко. Такой аппарат для прослушивания говорящих книг незрячие и слабовидящие люди могут получить по карте реабилитации в фонде социального страхования. А вот саму аудиозапись можно взять в Архангельской областной библиотеке для слепых. Среди 2500 ее читателей 736 детей. Здесь для них специальные азбуки, грамоты по которым осваивают на ощупь. По таким новым книгам незрячие и слабовидящие дети изучают алфавит. Сначала узнают буквы и новых героев. Затем при помощи волшебного карандаша слушают загадки про этих героев и пытаются их разгадать. Щелкунчик. Правильно. Отгадка. Последний этап – постановка изученной сказки. Такая тренировка – хороший способ подготовиться к письму и чтению по методу Брайля. Пишут по Брайлю справа налево. В каждой клетке по шести точкам набивают отдельный знак. Лист переворачивают и читают как обычную книгу – слева направо. Кстати, имеющаяся в библиотеке техника позволяет даже сканировать рельефно-точечные тексты. Новейшим оборудованием здесь заведует методист Иван Бирюков. Невозможность видеть не мешает Ивану не учиться в аспирантуре математического факультета, не применять свои знания на практике. С помощью программы интерфейс, которую вы сейчас наблюдаете, можно записать книгу одну из семи тысяч с половиной на флеш-карту. Ну и, собственно, далее ее прослушивать на Тифло флеш-плеере либо плэкстоке. В арсенале областной библиотеки для слепых около десяти тысяч книг. Ее двери открыты всем, кто хочет постигать этот мир при любых обстоятельствах. Екатерина Грицыенко, Ольга Красулина, Панорама Севера. День ВДВ в прямом эфире. 2 августа на телеканале ПС смотрите прямую трансляцию празднования Дня воздушно-десантных войск. На площади Мира у монумента «Вечный огонь» в 12 часов начнется торжественный митинг. Затем пройдет показательное десантирование парашютистов Архангельской региональной поисково-спасательной базы на берегу Северной Двины. А подарком для горожан станет концерт ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота». Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. Весь город на вашем экране только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». Впервые сразу две котловские команды приняли участие в сложнейшей комбинированной эстафете, которая прошла в селе Черевково Красноборского района. В этом году черевковским летним спортивным играм исполнилось 20 лет. Почему само участие в эстафете дорогого стоит, знает Светлана Дейнека. Черевковская комбинированная эстафета – это ядреная смесь спорта, азарта, патриотизма. Она носит имя Герой Советского Союза Александра Петровича Квашнина, уроженца здешних мест. В этом году ему исполнилось бы 115 лет. Поэтому открытию спортивного праздника предшествовало возложение цветов к памятнику героя. Далее церемония открытия. На юбилейную эстафету собралось рекордное количество команд – 14. Все они были торжественно представлены болельщикам. Огонь победы зажег капитан сборной Черевковской пожарной части, победителя прошлого сезона. И вот спортсмены отправляются на луг, к озеру Катище, где размечены этапы эстафеты. Именно здесь пропадали все черевковские команды, готовясь к соревнованиям. 20-летняя история турнира говорит о том, что победить в нем можно только после тщательного тренировочного процесса. За две недели начинают все тренироваться. Все, село кипит буквально, все на лугу живут. Ночами, вечерами, ну, везде, круглосутки здесь. Мало того, дойти до финала эстафеты, состоящей из 11 этапов, не сойти с дистанции, когда силы на пределе или поломалась техника. На это тоже нужны были упорство и спортивный дух. Ведь организаторы продумали все до мелочей, включая штрафные баллы и штрафные круги. Езда на мотоциклах – это также один из сложных этапов, все-таки опасный. И гребли на весельной лодке – это один из тяжелых этапов эстафеты. Итак, 14 команд, в каждой по 13 участников, в том числе две девушки и один ребенок. Для каждого спортсмена свой этап. Стартовали подростки, они бежали 500 метров. И передавали виртуальную эстафетную палочку другому члену команды, который преодолевал 400 метров в противогазе. Следующий этап, новый, он называется МЧС. Задача – спасти утопающего. Его сменял бег на дистанцию 400 метров с 16-килограммовым мешком. Далее – велогонка по пересеченной местности. Предпоследние испытания проходили стрелки и мужчины. Они пробегали 800 метров, а после поражали пять мишеней. Финальную точку ставили девушки. Бежали 600 метров с препятствием. Сложно, но можно. Тренировались. Не первый год выступаем. У нас в этот год сейчас первая. Команда «Семья» финишировала первая. Прошла всю эстафету за 25 минут 5 секунд. Зато все зрители болели за команду ветеранов. В нее вошли участники Черевковской эстафеты 80-х лет. Не молодые, но энергичные люди в голубой форме прошли все этапы до конца и сумели занять не последнюю, как прогнозировали многие, а предпоследнюю строчку. В завершении выпуска информации о курсе валют. По данным Центробанка, на 1 августа доллар США 35 рублей 44 копейки, евро 47 рублей 47 копеек. И на этом у меня вся информация. Вы смотрели программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. В Вельске 1 августа будет малооблачно, плюс 26-28. В Котласе ясно, 23-26 градусов тепла. В Мирном в пятницу переменная облачность, небольшой дождь, плюс 23-26. В Новодвинске облачно с прояснениями, возможен дождь, плюс 22-26 градусов. В Архангельске 1 августа будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем пройдет дождь, возможно гроза. Ветер южный, умеренный, при грозе сильный, порывистый. Температура воздуха ночью, плюс 11-14, днем плюс 25-28 градусов. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй благоприятный.